Рисунки головы Ее пропорции, анатомические завязки Я думаю, это будет полезно Итак, давайте приступим Хочешь научиться рисовать, делай наброски Живой набросок вам всегда поможет выйти на живую длительную фигуру И избавит нас от такой кондовости Модельяне мог взять кисточку и одной линией сразу же все решить И уже сразу стилизовать ее под свое видение Но я не модельяне, и поэтому мне нужны правные точки Для того, чтобы вывести линию Если мы посмотрим на рисунки эпохи Возрождения У них в принципе доминирует линия И мы должны стремиться к тому, чтобы привести рисунок в одну линию Исходя из правил и минимум средств максимума выражения Запомните, это правило, это правило любого изобразительного искусства В данном случае любого искусства, не только изобразительного В данном случае это касается нас Минимум средств максимума выражения Но чтобы средства наши были минимизированы Нам нужно дать информацию И ее потом уже дифференцировать, чем-то жертвовать Но об этом мы сейчас поговорим Для того, чтобы сделать живой набросок Нам нужны отправные точки Нам нужно просто их заучить В любой науке нужно что-то обязательно заучить Если мы говорим о школе, об образовании То мы должны обязательно что-то изучить Так как это химики учат свою таблицу Менделеева Математики таблицы Брадиса, Бенома Ньютона Это все заучивается И мы тоже должны заучить несколько алгоритмов И каких-то правил, которые облегчат нашу жизнь Итак, поехали Первое и самое важное С чего начинается фигура Это с компоновки Фигура компонуется максимально в лист Ну максимально в лист Это не значит, что она упирается прямо в край листа Когда-то в детстве в нашем ленинградском зоопарке Был слон Он ходил по вольеру Прогуливался Но у меня осталось впечатление Именно из детства я увидел Что по краям вольера стоят острые шипы Вот так вот И слоник подходил к краю Но он выдерживал определенное расстояние от шипов То есть у него инстинкт самосохранения срабатывал Он не подходил ближе, чем нужно То есть он выбирал дистанцию Мы себе должны тоже представить Что здесь у нас опасная зона И если мы не пуганные, да, мы ее нарушим Но если мы знаем, что здесь опасная зона Там шипы или электрошок проходят по периметру То мы выберем безопасное расстояние И максимально в лист Это значит, что мы должны выбрать Какое-то безопасное расстояние Но если фигура будет не скомпонована Максимально в лист То есть если дистанция будет Не выдержанная То тогда наша фигура будет в листе плавать Она не будет стоять Она будет некрасивой Обратите внимание на рисунки старых мастеров Вы увидите, что фигуры все скомпонованы максимально в лист Итак, линия Давайте мы с нее начнем Вот это основная прямая линия Мы ее запустим Сейчас я вот так Это будет лучше Прямая линия Сразу же посмотрим Голова Пятка Вот Давайте еще раз ее выведу Голова Пятка Это самый первый старт Наш На этой линии В принципе все будет накручиваться Ну вот Поехали Вот мы все Вот эта фигура Вот она Да, вот так Вся будет накручиваться Именно на эту линию Давайте посмотрим Как она будет у нас накручиваться Первая пропорция И основная Если мы ее выдержим Нам уже будет полегче Вертел Лобковая кость Вертел Голова Пятка Лобковая кость Делит наш с вами лист Ровно пополам И здесь я хочу Обратить внимание Что не надо измерять Прямо линейкой Эту пропорцию Есть такие студенты Называются Великие измерители Которые просто берут И прямо измеряют Чтобы Лобковая кость Находилась Именно прямо по центру Да, это так Это должно быть так Но мы Все-таки художники У нас должен быть Порыв Более свободный И нет ничего точнее Чем собственная интуиция И глаз Ну ошиблись вы немножко Ничего страшного Я вам могу привести Рисунки Леонарда да Винчи Где пропорции просто Ну ошибочны Поэтому Если вы где-то Чуть-чуть ошибетесь Ничего страшного Ну по идее Голова Лобковая кость Пятка Это основная пропорция Лобковая кость И вертела Делят нашу фигуру Пополам Вот так Давай проведу эту линию Значит у нас получается Да Вертела Лобковая кость Где вертела Находится И вообще Какая ширина фигуры Должна быть Давайте запоминать Следующие пропорции Три равных отрезка Раз Два Три Посмотрим Да где-то вот Подгоним их Раз Два Три Опять же не будем Там измерять Это линейкой Три равных отрезка Раз Два Три Да давайте Подкорректируем Раз Два Три Это Это и будет Шириной вертелов У мужской Фигуры Подчеркиваю У мужской Ширина Таза И тут же Да Раз Два Три Это голова А это Плечевой пояс Плечевой пояс Плечевой пояс Это Яремная ямка Акрамионы Акрамионы Делим на три части Раз Два Три Это является Шириной мужской фигуры И акромионы Акрамионы Находятся ровно же Над вертелами Вот здесь Ключица соединяется С лопаткой Ровно Над вертелами Вот так Вот основные пропорции Ну что Да мы рисуем его Вот таким солдатиком Пока Конечно Это Не рисование фигуры Но мы сейчас поговорим Об этом Фигуру нужно давать В движении Ну мы просто Пока знакомимся С пропорциями Вертел Вертел Пятка Давайте сюда Сведем Два таких Вот Две Две ноги Вот так Вот так Так Надо только выдержать Вот так Вертел Вертел Пятка Ну а здесь у нас Да Акрамионы Как я и говорил Фигура начинается С области таза Потом мы спускаемся Либо вниз Либо поднимаемся наверх Но я думаю Что вниз Чтобы фигура У нас сразу встала На Опорные Свои Ноги Итак Вертел Пятка Ровно пополам Давайте тоже так возьмем Аршином Измерим Ровно пополам У нас будет Вот такая линия Это такая полочка На которой будут Располагаться Коленные узлы В виде таких Сфер Габариты Они уже заданы Автоматически Ну вы понимаете Да То есть линия Габариты коленного узла Они заданы Автоматически Мы вообще Будем стараться Делать так Чтобы рисунок Сам себя рисовал То есть на автомате Ну конечно Для этого Надо нам запомнить Основные Оправные точки Эти сферы Делятся пополам Вот Нижняя часть Это Большеберцовая кость Там малоберцовая Но об этом подробнее Сейчас пока Не будем уделять Этому особо внимания А верхняя Это Тазобедренная Тазобедренная И Здесь чашечка Находится Ровно посередине Мы об этом Серьезно Еще поговорим Сейчас пока Речь идет О пропорциях Я думаю Что Запомнить Несложно Давайте мы еще раз Посмотрим Вынесем Вот сюда Нашу сноску Вот так Да Это у нас Линия Ровно пополам Вот так Вот скажем Да Да А Равно Б Да Давайте вот так Вот запомним Вот Б Да Где у нас А Равно Б Потом у нас Три отрезка Здесь Раз Два Три Вот они Здесь Раз Два Три Да Тоже вот так С релочкой Мы Обозначим Ну так Познакомимся с пропорциями Быстренько Назовем их С Д Е Да С Равно Д Равно Е Вот так Это верхом А это Будет У нас Ф Например Да Ф Это вот расстояние Горизонтальное Будет Ф Да Равно Ф Вот так Постараемся Это все Запомнить Ну Видите Я максимально Стараюсь Чтоб это было Просто И вот тут Мы делим Пополам Вот эти пропорции Вот так Ж Линия Это мы сказали У нас Еремная ямка Лобковая кость И вот здесь Опять Три равных Отрезка Раз Раз Два Три Раз Два Три Равных Видите Я особо не измеряю Поэтому Может быть На этой стадии Изучения пропорции Там вы можете Это все измерить Но когда будем Рисовать Фигуру То Это все нужно знать Четко И смотреть Интуитивно На это все Глазом Нет ничего точнее Чем глаз Вот Три равных отрезка Это Еремная ямка Грудина Еремная ямка Грудина Мечевидный отросток Называется Вот он Я вот так тоже беру Отшедом Раз Два Вот здесь Где окончание карандаша Это пуповина От пуповины До лобковой кости Еще один отрезок Три равных отрезка Еремная ямка Мечевидный отросток Грудина Пуповина А лобковая кость Давайте еще Вот здесь посмотрим Еремная ямка Грудина Грудина Пуповина Пуповина Лобковая кость Это очень важный Три равных отрезков Это касается Мужской фигуры Потому что Здесь у нас Таз У мужчин У мужской фигуры Сейчас немножко Отличия посмотрим У мужской фигуры Здесь Цилиндр Ну вот так скажем Чуть-чуть его В объем Такой вот Цилиндр Как мы сказали Вертела И акромионы Находятся на одном уровне Они же определяют Ширину грудной клетки Грудная клетка Не может быть Никогда шире Чем таз Она может быть Уже Но не шире Здесь у нас Размещается В этих габаритах Грудная клетка И упирается На Цилиндр Вот так Вот это Мужская фигура Пропорции Мужской фигуры Итак мы знаем Что здесь у нас Грудина И от нее идет Ответление Вот так И мечевидный отросток Здесь мы уходим На таз Мы об этом Сейчас поговорим Подробно Вот так Ну а дальше уже Силуэт Там Икроножный Мускул Выход Тазобедренного тракта Это все Я вам расскажу Подвздошные гребни Которые Нам Указывают На выход Партнерные мышцы Об этом мы сейчас Подробно поговорим И Сам еще Что очень важно Голова Это Размер таза У нас Таз И голова Ну давайте посмотрим Голова Сколько голов Помещается Если мы посмотрим На античные головы Да Четыре головы То есть до лобковой кости Или восемь голов Помещаются на всю фигуру Но в жизни У нас головы Чуть больше Ну есть люди У которых Четыре головы Помещаются Да Но не так часто Я их вижу Где-то Три С С Небольшим Да Там скажем Вот Давайте посмотрим Раз Два Нет Раз Два Три Вот с небольшим Да Вот так вот Они помещаются То есть это Примерно так Выглядит голова Здесь Не Ну а канон Греческий Да Четыре головы Но я все-таки Приверженец Того что Чуть больше Голова Пропорция плавающая Бывает что Такие люди Голованы Называют Да Человек голова У него большая голова Там По отношению Ко всей фигуре Вот Ну это Оптимальная Голова Вот И таз Равен Голове То есть Если у нас Подвздошные гребни Где-то здесь Седалищный бугор Мы об этом Обо всем Поговорим Сейчас просто Знакомимся С пропорциями Вот Знакомимся С пропорциями Ну и Узлы Да Коленные узлы Это Два шара И плечевые узлы Вот так Плечевые узлы А кроме он Делит эти Плечевые узлы Пополам Вот такая История Здесь еще раз Пополам И вот это Четверть сферы Это вертел Вертел Руки Давайте посмотрим на руку Вот он Вертел Руки Он как раз Входит Вот в этот паз Где акромионы Акримион Я вам говорил Это ключица с лопаткой Соединяется Вот это место И вот здесь Сюда вставляется вертел У вертела Тут есть фиксатор Давайте мы его запомним Вот эта вот часть Называется фиксатор То есть Когда мы поднимаем руку Наш плечевой пояс Остается неподвижным Но фиксатор Задевает акромион И дальше Когда мы поднимаем руку Уже весь Видите Плечевой пояс Поднимается вверх Да То есть Уже Ключица поднимается вверх До сих пор Ключица спокойная Давайте мы посмотрим Вот это движение На лаконе Здесь ключица Идет на акромион Вот сюда Вот он Акромион А там мы видим Что Так как он поднял руку Фиксатор Поднял Акромион Весь плечевой пояс И здесь Он уже идет Под другим углом Вот так Когда мы поднимаем руку Наш плечевой пояс Не двигается Но когда уже выше Все Ключевой пояс Ключица Уже поднимается вверх К чему это Дальше Пропорция руки Начиная от вертела И доходя до Лобковой кости вертелов Вот оно наше Движение Это вся рука Вместе с плечом И предплечьем Локтевой сустав Делит нашу руку пополам Внимание До вертела До начала вертела Вертел не входит в пропорцию Давайте это зафиксируем С вами Вот он Вертел Пополам И начиная от вертела Мы делим руку пополам Вот так Раз Два Все Это у нас Локтевой сустав Здесь Эксатор Да Локтевой сустав Плечо И предплечье На две кости Пронация Супинация Об этом чуть позже Вот И пропорция кисти Кисть Давайте еще раз Посмотрим на нашу руку Вот она наша кисть Вот Раз Два Три Опять Три кисти До До вертела Раз Два Три Давайте посмотрим здесь Раз Два Три И четвертая Это кисть Габарит Кости Вот это вся кисть наша И эта кисть Если мы ее перенесем на голову То это линия роста волос Вот она И это Иремная ямка Акромион Говорят нас Господь Бог Лепил ладонью Поэтому Это и есть Измерительный Прибор Раз Два Три Раз Два Три Вот так вот Посмотрим на себя Примерно Ну чуть меньше Но факт Вот так Вот это основные пропорции Которые мы сейчас с вами будем рассматривать И будем рассматривать Отправные точки Ставьте лайки И подписывайтесь на интеркласс Может быть именно ваш лайк Поможет другим найти наш канал С полезным художественным контентом Субтитры сделал DimaTorzok